40 лет на телевидении. На днях свой профессиональный юбилей отметил старожил телевидения Караганды, журналист Сергей Высокосов. Его по праву можно назвать самым телевизионным человеком на Первом Карагандинском. О корреспонденте с большой буквы расскажет Амина Смакова. Сергей Высокосов – человек-универсал. Он и оператор, и журналист, и режиссер. В полной силе и энергии мужчина всего себя отдает телевидение. 40 лет перед и за объективом камеры пролетели незаметно. Съемки, интервью, телепередачи – все это стало частью жизни Сергея Высокосова. Жизнь, о которой он ничуть не жалеет. 40 лет – капля в море. Все началось очень просто. Если кто-то спросит, много ли мало 40 лет, могу честно сказать, это мало. Как будто только вчера, 40 лет назад, я пришел помощником режиссера на мурманскую студию телевидения. Сергей Высокосов считает себя везунчиком, так как весь период своей телевизионной карьеры он легко вливался в ту или иную сферу своей деятельности, будь то оператор, режиссер или журналист. И в Каргане мне тоже повезло. Повезло потому, что я попал на первый карагандинский телевизионный канал, на молодежный канал. И еще раз повезло, потому что новое руководство канала вдруг расшевелило всех и стало перестраивать работу. Поставило всю работу на новые рельсы, тут все было кверх ногами, все что-то… Вот это то самое настоящее телевидение, когда хочется делать много глобально, и я просто счастлив, что я именно здесь, на Первом телевизионном канале. Почему я хватаюсь за все? Я работаю как оператор, я работаю как журналист, я проведу передачу. Потому что это профессия такая. Вот если будешь стоять на месте, ну, уйдешь из профессии. А когда вот уже 40 лет ты что-то там придумываешь, делаешь, шевелишься, то вот это вот то самое главное, что должно быть в телевидении. В Казахстане ветерану телевидения также повезло. Сначала он работал в Амате, был главным режиссером военной спортивной редакции. По приезду в Караганду попал на Первый Карагандинский канал в тот момент, когда он появился. Я работал пять лет вместе с Диасом Амаровым, нашим спортивным комментатором, нашим казахстанским Озеровым. И что мне тоже очень сильно помогло. И вот именно Диас Амаров мне, ну, что ли, подтолкнул заняться журналистикой. То есть он заставил меня в первый раз взять интервью. Хотя я работал режиссером. Режиссером спортивных программ. Очень интересно мне, опять же, посчастливилось, опять же, на казахстанском телевидении я был создателем, зачинателем такой интереснейшей программы, как музей звуков. Сегодня он сердце и душа телеканала. Журналист по профессии и по призванию. Он с радостью делится своим опытом с молодыми коллегами. Сергея Артемьевича я знаю давно, можно сказать, с детства. Потому что, как бы, в свое время он был диктором областного телеканала. Вот уже последние 10 лет мы с ним работаем в одном коллективе. Что можно сказать о Сергею Артемьевиче? Ну, все-таки, вот, проявляется уверенность, вот, когда такой человек, вот, все-таки, ходит рядом. Вот, вот, всегда, вот, нужно обращаться за советом, можно сказать, что он наш наставник. К слову, супруга Сергея Высокосова также посвятила себя телевизионному поприщу. С Рамзией Ансалямовой они познакомились еще в институте. Вместе уехали в Казахстан. Именно так и назвали свое мероприятие организаторы конкурса. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Пожелаем Сергею Высокосову как можно дольше оставаться преданным своему делу, больше эксклюзивных репортажей и такого же азарта в работе. Амина Смакова, Толя Генрошитов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.